Здравствуйте, меня зовут Марсис Гассуанс. Недавно на занятиях с санскритом, на своих занятиях я рекомендую пользоваться этой стопкой книг, которые, собственно, я и издал. Значит, возник вопрос о том, что означает суффикс, определенный санскритский суффикс. И тогда я сказал, что в этих книгах, кроме Бэру, ответа нет. Даже в Бэру не так легко будет найти ответ, что тогда вам потребуется, значит, по ними, соответственно, 3996 сутр. Значит, на это уйдет 12 лет, чтобы постигнуть по ними. Значит, на что меня спросили, нет ли более краткого варианта, чем 12 лет? Да, я сказал, что есть. И вам придется прочесть эту стопочку, чтобы узнать о том, как можно выучить санскрит быстрее, чем за 12 лет. Вот, значит, стопочка Сомодева. Значит, и у Сомодева есть такая замечательная история, начало, которое я вам зачитаю. Итак, для тех, кто хочет сэкономить и успеть быстрее, сразу скажу, что вряд ли сильно получится, но тем не менее попробовать можно. Значит, о том, как важно знать грамматику и сколько времени нужно, чтобы ей обучиться. Наступил праздник весны. Царь Сятавахана поехал в сад, возвращенный в прати Штхани по воле богини, и долго там оставался, подобный великому Индре, гуляющему в дивном саду Нанандана. Развлекался царь со своими царицами и купался под сенью деревьев, вместе с ними в пруду, и, ударяя ладонями по воде, осыпал их брызгами, и они отвечали ему тем же, словно слонихи в реке, окатывающие из хоботов слона. Сатавахан наслаждался, глядя на их лица с глазами, подкрашенными цветочной пельцой, на их тела, облепленные намокшими одеждами. Не правда чудесное начало для того, чтобы поведать о сложностях грамматики. То есть сперва нужно привлечь внимание. Будто ветер, играющий с лианами в лесу, играл царь с ними. Ветер, врываясь в лес, срывает с лиан листья и цветы, покрывающие их точно наряды. Так и царь смывал с цариц брызгами, сыпавшимися, подобно ливню, их телаки, похожие на листья, и срывал с них одежды, подобные цветам. Не правда ли напоминает задачи из брошюры МНО по сандхи санскрита? Так же забавно и легко. Наконец, одна из цариц, стан которой был похож на нежный цветок шериши и отягощен полными грудями, утомилась от забав. Отбиваясь от брызгавшего на нее водой сатавахана, она сказала ему, «Оставь, не брызгай на меня водой». Услышав это, царь тотчас велел принести побольше сластей, зовущихся модаками. Засмеялась царица и попрекнула его. «А? Да что мне делать в воде со сластями? Ведь я тебе сказала, не брызгай водой». А ты и не понял, что здесь соединены два слова «ма» и «удакая». Как же ты, глупец, не знаешь этого правила!» Так говорила ему царица, знающая грамматику, и все вокруг смеялись над ним. И одолел царя великий стыд. Бросил он развлекаться и удалился, обиженный и побледневший от досады в свой дворец. Недобрые думы заполнили его ум. Отказался он от пищи и от воды. Ни на какие вопросы не отвечал. Прямо не живой, а будто бы нарисованный. То есть царь не знает разницу между модаками и маудакайей. То есть снять санхи для него сложно. Есть путь, двенадцатилетний путь изучения санскрита, то есть путь панини. Лучшее издание 1887 года в комментированном переводе Бертлинга, немецкое издание. Есть и английский, похуже, но вполне можно пользоваться. Есть топка книг на русском языке. Это программа на два года изучения санскрита. На два года, ну и можно продлить, скажем так, еще на третий, четвертый. И вот у Самадевы описан путь, как выучить санскрит за полгода. Для того, чтобы узнать, как это возможно, вам придется прочитать океан сказаний Самадевы. До свидания.